Малахи ты плотину, и леса гремучие, лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали. Все, все? Отстрелялся? Теперь моя очередь. Ты пошел кофе пить? Ну давай. Хеллоу, хлопцы. Это я по-английски с вами. Материй Константинович, очень приятно, батенька. Я вас знаю очень хорошо, и сад этот, как будто дома побывал, а вы меня, конечно, нет. Теперь-то будем отслеживать все это. Вот смотрите, у меня включена камера, так приятно, что вы меня так под камеру тепло встретили. Значит, вы красноярцы, да? Найдете ли вы 10 минут поговорить о ваших красноярских делах, сидя у меня в беседке? Вот, супруг. А вы будете в это время что делать? А я саду машину складывать буду. Ну найдется? Ну конечно, пойдем. Пойдем. А о чем поговорить? Это наши дела. Пойдем. Про садоводческие дела. Меня Красноярск волнует. Там в Красноярске несколько зон, и где-то она будет великолепной урожай, а где-то, не извините, сдохнет. Я должен все это знать. Подсказать. Пойдемте. Так, что-то я не пойму. Чья это машина? Это наша сестра с дядей. Там в Сайногорске живут. Понятно, это. А, мы оттуда. Все ясно. Пойдемте, посидим минутку. Пойдемте. Сейчас. Знаете что? Когда обратно пойдете, да? Вот. Я вас угощать буду вот этим. Вот уже. Или, 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 или. Давайте так сделаем. Сейчас найдется пакет. Ну, что-нибудь придумай, потом. А, ну хорошо, пошли поговорим. Да меня еще никто, блядь, с пустыми руками не уезжал. Это, это, это моя фамильная, так сказать, гордость. От меня с пустыми руками не уезжают. Найдите другого, другого профессионального садовода, который бы угощал прям живьем. Давайте присядем. Так, если честно, я и не был никогда в нормальном саду. Вот и хорошо. Теперь побываем. Дело в том, что у меня здесь уже самое последнее. Просто было сильно много, и никак не можем это. Раздаю, раздаю, жалуюсь. Ни одно яблочко не продал. Это моя тоже фамильная гордость. Вот. И получается следующее. Когда мы закончим съемку, пойдем потрясем последнее, этот самый. Бельфер Китайки. В этом году была жара, они так себя показали. Ой, все в шоке от вкуса. А я сам недооценивал. Как лето же, прохладное, нету того сахара. А в этом году, какой сахар. Ладно, давайте теперь самое главное. Где вы живете в Кустонаверске? Мы живем в Миленовском районе. Холодно. Холодно. И таких каких-то огромных надежд мы не питаем. Это просто мы решили попробовать посадить. Ну, все равно более-менее районированный. Ну, пускай не такой же климат, как у нас. Потому что, когда я ваши весенние смотрю вебинары, то есть вы показываете, вот у вас там листочки уже такие, а у нас еще они с двухрублевую монету только-только вылазят. Ну, то есть намного отстает и холодно. На неделю-две. Как минимум. Как минимум. А просто дело в том, что не то, что я садовод такой, который подвоя от привода не отличает. Ну, извините, так. Площади земля есть, то есть много. Картошки сейчас не садят, грядки тоже отказываются. Чем засадить? Сад. И вот мы то в Мерлене, ну, идешь, а ручки тянутся, то там саженцы продаются, то там. Ну, в общем, покупаешь. Ну, как правило, не приживается, как правило. Абрикос у меня растет уже один лет двадцать ему. Ну, он, судя по всему, либо дичок, потому что были такие беленькие цветочки, чуть, ну, не было там абрикосов. И так он не это. А в этом году он дал такие приросты, один метр три, не знаю, чего с чего это там. Ну, второй метр два. Погода. Вот так вот, прямо это. И листья такие здоровые, сочные, ну, прямо. То маленькие листочки обычные. Ну, вот Саша приезжал, говорит, это дички у тебя. Ну, так. Ну, вот и решили попробовать. Самое интересное, я уже изучил то, что вы брали. Среди них есть непривитый мажорский абрикос, так? Вот. Но самое интересное, что он не будет дикий. Он будет вполне съедобный. Мы, не то, что нам никаких огромных не надо. Более-менее вкус, ну, вкус. Так, место найдете, чтобы ветра не было. Ну, значит, ветер будет. Не такой может быть, не так, как у вас. Ну, думаю, что я буду строить заграждение деревянное. Специально? Специально. Ё-моё, это редкость. Ну, другого выхода нет. Ну, так, чтобы тень не падала на деревьях. Нет, и не будет сторона солнечная, что тоже очень плохо. Ну, нельзя ли сделать высокий забор, два с половиной метра хотя бы, и вдоль забора с южной стороны посадить? Ну, как вам сказать? Ну, наверное, можно все сделать. Так, не чем каждому индивидуальному. Нет, не каждому. Вот именно то место, где я буду садить эти деревья, я хочу сделать, ну, сначала первоначально, ну, скажем, метра полтора ветра защиты такую. Идемте сюда на минуту. Показать? Сорона южная, а чем плохо наша южная сторона? У нас, допустим, в марте, в апреле может и 30, ну, 500 градусов жары. А в мае может быть дубок и снег. А она уже все остаялась, ну, припереду. Все равно, вот вам тепловая подушка, глядите. Еще только утро, все облито солнцем. Смотрите, с четырех сторон. Так, а если у вас еще дом, вот видите, дом. Ну, дом немножко далековато, это будет, ну, как вам сказать? Я говорю, идеальный случай. Посмотрите приросты, сейчас вы упадете, это от удивления. Ладно, я тогда с вами прощаюсь. Начинаем с пены, плюна, ходовчики. Сергей, Валерий, тихо, 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 тихо. Что, вы думаете, что ли там? Не, не, немножко. Ну, ух ты, блин. Где сейчас съемка идет? Воткнуться. Отдыхайте. Спасибо большое еще раз. Не волнуйтесь, не переживайте. Если какие-то вопросы будут, звоните. Я все понимаю. Смотрите, ну, прикупили мы этот участок за миллион рубликов. Ну, все, из-за пилок, все, из-за рубероидов. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...